Путин сегодня, значит, ну просто некоторая затычка в трубе исторического процесса. Это просто запор. Это просто тяжелый запор. И прекращение этого запора, так сказать, принесет огромное облегчение. Война – это война одного оскорбленного самолюбия. Это война бенефициаров этой войны совсем немного по сравнению с теми, кто, я сейчас говорю не о моральной стране дела, а о вполне практической. Весь русский список Форбс был бы счастлив исчезновению Путина и прекращению санкций, и возвращению инвестиций, и возвращению виз, недвижимости и так далее. Кроме тех, кто окончательно прилип Путину из Амара так, что уже не отлепится, все остальные пытаются отлепиться. Вы видите, Абрамович пытался отлепиться, Фридман пытается отлепиться. Они все пытаются, в самом мягком случае они молчат, очень громко молчат. Там вот такое просто оглушительное молчание Чубайса раздается сейчас. Фантастическое, на полной громкости молчание. Но все пытаются каким-то образом… Понятно, все потом будут, как у Шварца сказано, у меня мать Кузнец, отец Прачка, долой самодержавие. Когда все это посыпется. Поэтому один из вариантов не лучший для меня, по мне так не лучший. Это вариант нелегитимный. Я бы, конечно, предпочел арест в суд. Мы много интересного должны услышать. В педагогическом смысле было бы гораздо полезнее для будущего, чтобы был суд, очень подробный, очень честный, доскональный суд. Это было бы полезно для россиян, чтобы они немножечко побольше… Это было бы нагляднее. Но не всегда дело заканчивается судом. Это подробности. Послушайте. Это все подробности. Каким образом это прекратится – это подробности. Главное, чтобы это прекратилось как можно скорее, потому что каждый день гибнут люди. И каждый день Путина у власти означает все более глубокую задницу для России. С все более сомнительными перспективами по выходу вообще. Потому что Россия уже сейчас выброшена на десятилетия назад, отброшена экономически, статусно на многие десятилетия назад. Это статус изгоя, статус страны, в общем, постепенно переходящей к натуральному хозяйству. Какая-то страна на отшибе земного шара за железным занавесом. Если Путин уцелеет, это будет страна за железным занавесом. Это будет северная разновидность Туркменистана. Это все очень печально. Поэтому исчезновение Путина, как минимум политическое исчезновение, это то, чего действительно ждет и мир, и Россия. А те, кто ждут чего-то другого, это либо люди действительно оболваненные пропагандой, либо бенефицары путинского режима. Как остановить войну России против Украины? Переговоры с Путиным и украинские переговоры не могут принести результаты. Это совершенно декорация. Для успеха переговоров нужна хоть какая-то площадка, хоть небольшая площадка компромисса. В этом случае компромисса я не вижу. Я не вижу позиции, которые устроила бы и путинскую Россию, подчеркиваю, путинскую Россию и Украину сегодня. Никакой дружбы народов между советским и немецким народом в 43-м году быть не может. В 43-м году может быть только чья-то победа. Понимаете, поздно пить в Баржоме. И об этом о мире надо было думать раньше. Сейчас речь о том, что пока Путину власти, это опасность войны. В Украине, где угодно. Страны Балтии, Данцинский коридор в Калининград. Вот, да, если Путин войдет во вкус и поймет, что Запад действительно боится по-настоящему вмешиваться, а он так и понимает. Каждый день, когда НАТО не вмешивается в уничтожение Украины, укрепляет Путина в мысли, что он выиграл эту войну. Что они боятся ядерного оружия, химического оружия и будут ограничиваться только развешиванием украинских флагов и санкциями. А значит, он может просто продолжать крошить в пыль Украину и мстить. Я не завидую людям, которые должны принимать решения в этой ситуации. Но надо понимать, что каждый день, когда НАТО не вмешивается, укрепляет Путина в ощущении, что он все-таки победил. Он человек неадекватный, человек с тяжелой психикой, но и с ядерным оружием, которое укрепляет его в этой точке психоза, его имперской. Ситуация очень драматичная. Поэтому я повторяю, то, каким образом это прекратится, я думаю, что что-то должно произойти в России, в самой России. Я полагаю, что это не будет иметь совершенно никакого легитимного характера. Потому что все легитимные развилки Россия проскочила. Что должны сделать НАТО и Запад для того, чтобы остановить войну? Я не завидую тем, кто должен принимать решения. Непонятно, как Путин среагирует. Непонятно, до какой степени ядерный блеф теперь является блефом. Поскольку он доказал свою некоторую невменяемость и начал войну, а мы надеялись, что это блеф. Но видите, оказалось не блеф. Оказалось, что он сошел с ума по-настоящему. И, конечно, совершенно нельзя исключать, что он не блефует и в случае химического и ядерного оружия. И, конечно, политическое решение очень-очень тяжелое. И здесь, я повторяю, эмоционально, конечно, когда ты видишь каждый день, как посреди Европы долбят ракеты по жилым городам и по людям, а НАТО не вступает. НАТО, которому заняло бы 2-3 дня, чтобы сравнять с землей всю эту российскую армию. Но понятно, что ядерное оружие сильно меняет психологию в этом случае. Нет, у меня нет никаких решений и советов. Я констатирую очень драматичные и тяжелые решения, которые нас ждут. О кремлевской пропаганде и поддержке Путина в России. В тоталитарных государствах нет социологии, поэтому тут невозможно ничего сказать определенного. Но то, что пропаганда очень эффективна и то, что 20-летняя пропаганда не прошла бесследно, то, что российский народ просто оболванен и растление, интеллектуальное растление и нравственное растление народа зашло очень далеко, это совершенно очевидно. Как это выглядит в процентах, я не знаю. И никто не знает, потому что, повторяю, для социологии нужны люди, которые не боятся говорить правду. С этого начинается социология, что человек говорит то, что он думает. В России очень давно люди не могут свободно говорить то, что они думают. Но где тут действительно оболваненная внутренняя поддержка, оболванивание и внутренняя поддержка, а где стокгольмский синдром и боязнь признаться себе в правде, сказать не берусь. Но вот из этих двух частей в основном состоит путинская поддержка. Оболваненные и люди стокгольмского синдрома. То есть те, которые понимают, что что-то не так, но боятся себя в этом признаться и находят способы поверить Путину, скажем так. А тех, кто начинает дистанцироваться от политики Путина? Это может быть и приступ совести, и количество перешедших в качество. Это может быть и расчет. Мы видим, как вдруг в сторонниках мира оказывается Фридман Абрамович, как стремительно дистанцируется от Путина. Это будет продолжать осыпаться, эта гора. И чем дальше, тем больше, разумеется. Ко времени обрушения, окончательного обрушения, не останется ни одного путиниста. Мы это все проходили во времена конца советской власти, как вы помните. Когда был нерушимый блок коммунистов и беспартийных, который слинял в две секунды просто. В августе 91-го года вдруг не оказалось никого, кто встанет на защиту памятника Держинскому. Ни одного человека, который... И Путина там не было, кстати говоря. Так что это все нормальный процесс. И мы присутствуем при таком вот обрушении. А до какой степени это некоторый искренний позыв, до какой степени расчет, это в каждом случае надо разбираться отдельно. Даже не надо, я бы сказал, разбираться. Гораздо интереснее симптоматика. Симптоматика очевидна. Крысы начали бежать с корабля. Симптоматика совершенно очевидна. В диапазоне от Фридмана до ведущей телекомпании НТВ это мы наблюдаем. А дальше пробуждение совести в отдельно взятой крысе исключать нельзя. Что делать россиянам с чувством вины за развязанную против Украины войну? Помогай, делай. Вот если говорить о том, чем мы можем избыть свою вину за Путина, то, наверное, этим какой-то работой, ежедневной работой, ежедневной помощью людям. Для российской нации, для россиян, живущих в России или за рубежом, не так важно это. Тема искупления вины скоро станет довольно насущной и важной темой. Для многих это уже очевидно. Многие чувствуют эту вину. До еще большего количества, видимо, еще не дошло. Оно будет доходить постепенно. Но чем дальше, тем в более жестких формах. Я сегодня наблюдаю вещь, если искать какой-то позитив в том, что происходит, то я наблюдаю вещи очень важные и позитивные в том, сколько хороших людей действительно обнаружилось, вот по крайней мере вокруг меня, случайных шапочных знакомых, вовсе не знакомых, которые помогают, делают, выходят с протестом, идут в тюрьму. Здесь снаружи помогают, организовывают, волонтерят. Друзья моей дочери совершенно потрясающе, значит, в Польше занимаются организацией, значит, работы с польскими, с беженцами в Польше. Это огромное количество людей. И это очень обнадеживающая вещь. И те, кто склонны раздавать пощечины всем россиянам скопом, вот должны призадуматься, оглядеться, осмотреться и увидеть огромное количество россиян за пределами Путина и путинской бандитской небольшой малины. То, что у нас это не, к сожалению, не наша общественная энергия не может поменять политику, как в Европе, да, не может, но может поменять некоторый нравственный климат вокруг понятия русский, я надеюсь. Как давние сравнения Путина с крошкой Цахисом и образом Гитлера оказались пророческими. Доносить мысли было не тяжело, а очень легко и весело, потому что была программа «Куклы», и я мог доносить свои мысли до миллионов, до десятков миллионов людей, в отличие от, так сказать, сегодняшнего времени, когда аудитория съежилась до, так сказать, до Фейсбука и Ютьюба. Нет, доносить было нетрудно. Многие годы, значит, мне вертели пальцами у виска всякие благородные, образованные, интеллектуальные люди, объясняли, что я просто не люблю Путина, что я демшиза, что я просто не могу просить Путину своих телевизионных зарплат потерянных, что я просто сошел с ума на ненависти к Путину, ну и так далее. Большая часть из них ничего сейчас мне не говорит. Как-то тема замылилась. Когда 8 лет назад я сравнивал Путина с Гитлером после Олимпиады в Сочи и говорил о том, что после таких спортивных побед, как в Берлине в 1936 году, наступают аннексии мировые войны, то, значит, меня, то, что называется, вываливали в декте перьях там всей Российской Федерации. Сегодня только ленивые не пририсовывают Путину усики на первых полосах всех мировых газет. Я получал иногда письма от неизвестных мне людей с признанием, что я оказался прав. От известных я не получил никакой реакции. Что ждет Россию через год? Два варианта, собственно говоря. Либо уже нет никакого Путина. Нет никакого Путина, и Россия начинает мучительный выход из этой вот ямы исторической, в которую она залезла. Причем яма вековая. Начинает осознавать свой 20-й век, начинает осознавать 20-й век как век катастрофы. Начинает понимать, что все, что было в этом веке, это уничтожение России. Вот от Ленина до Путина. Это уничтожение России, российской цивилизации. И пытается выбраться оттуда, обратно лицом к миру, к Европе, к европейским ценностям, отдавать наворованное, извиняться, платить контрибуцию, интоксикацию выводить из организма, вот капельницы просто ставить, в голову прямо капельницы, прочищать, прочищать, вымывать эту имперскую ядовитую дрянь. Это длительный процесс. По немецкому аналогу можно сказать, что это занимает десятилетия. Либо Россия через год начинает выход наружу, куда-то в сторону мира, и тогда у нее есть шансы. Через 20 лет, через 30 лет, чтобы люди перестали вздрагивать при слове «россиянин», чтобы исчезла кровавая имперская коннотация, когда слово «русский» перестает ассоциироваться с Марией Захаровой и всем этим хамством. Либо Путин уцелевает, Запад не додавливает санкциями в России, ничего не происходит, или то, что происходит, не приводит к исчезновению Путина, исчезновению из политической жизни, как минимум. И тогда вышеупомянутая Северная Туркменистан на территории. Железный занавес, отрезанные от технологий, отрезанные от Запада, отрезанные от культуры, отрезанные от виз, от всего. Визы бог с ними, но просто страна, территория, территория на отшибе. Где-то там между Китаем и Европой есть какая-то распадающаяся территория, загнивающая. Тогда начнутся, я так полагаю, серьезные центробежные истории, потому что сил на претерианцев и на ОМОН и на дивизии НКВД по аналогии уже не будет. Денег не будет платить претерианцам. И Россия пойдет помаленечку в разнос, будут откалываться территории, так же, как гибнут все империи. Войны в провинциях сменяются распадом. Вот это грустный сценарий. То есть первый драматичный, скажем так, а второй безнадежный. Я бы предпочел драматичный.